Это было популярно, потом стало тривиально, от этого трояны отказались, а потом был период опять, когда все забыли фактически про этот классический способ автозавантажения, опять трояны им пользовались. Далее, семейство ключей RAN, они относятся к ветке, яка относится до налаштувания конкретного коростовача, current user, або для всей машины. Они вот такие шляхы имеют и программа, яка записана на всех ключах, они автоматом стартуют. Аналогично есть ключи, связанные с Control Panel, там также будут еще возможности автоматического запуска зловмисленного кода. Windows Scripting Hosts это такой механизм, который выполняет скрипты, Visual Basic Script, JavaScript. И если в параметре, включая Locations, в этой ветке вказать скрипт, то он будет стартовать автоматично при завантажении Windows Scripting Hosts. Теперь, вот такая опция, Image File Execution Option, это опция, дозволяя вказать ветладчик, який будет стартовать и при старте основной программы. Такие приемы, он позволяя, ну, скажем так, отлаживать ветладку, если, ну, так, на лету, как говорится. Ну, и там можно так уж прописать, как в якости такого ветладчика, зловмисленный код. Теперь WinLogon. В чем ключи? Вказывается Shell. Оболонка, яка воспринимают, скажем, с клавиатурой, чесмышкой, коростовочан. Зазвучаем, там стоит Explorer.exe, но может стать и совсем меньше. Да, например, тот же самый Троян. Ну, и ключи реестру Windows. Там так уж можно указать параметры. Параметр Load. И программа стартует еще, куда никто в систему не вешел. И Run, это программа стартует без для входа в систему. Так уж можно сделать так, что Троян будет стартовать за розкладом. И використовывать при цьому вбудованную в операционную систему службу плановальника завдань. Файл завдань находится, находятся в такой папке. И заказанным розкладом они через завданя выполняются. Можно через групповые политики. Модификующих файл скрипт сани. И як службу. Як системну службу. А службы прописаны в таких ключах реестра. То есть мы бачим, что... И це, те, що я рассказал на цих трех слайдах, Это малая доля тих ключей реестру, В яких можно прописать автоматичный запуск, Автоматичный старт программы, В том числе и зловмисного кода. Еще один досить популярный вид зловмисного кода, Так званый Ransomware, або вымогачий. Вы включаете компьютер и видите на своем экране Ось такого плану картинку, Водлик, зворотный відлик часов, Сума где-то прописана. И вы ничего не можете сделать. У вас нет доступа до компьютера. В чем отличность от такого вида зловмисного кода? Вон не крадет информацию. Вон шифрует информацию на диску. И если вы платите какую-то сумму, ключа не будет для расшифрования. Або еще один способ, он не шифрует, але и доступа до компьютера немае. Писать, это окно, которое нельзя переключить, так званее модальное окно. Как правило, не вимагает административных повноважений. Если шифрую все типы файлов, и оплата, ну, сучасные методы оплаты, анодимные оплаты, все биткоин. Тут треба сказать, что на рахунок оплаты таке. Вот первое, когда они начали стали популярными такими, первое версии Renselwea действительно расшифровывали файлы, когда жертва сплачевала гроши. Но потом это стало просто картинкой. Никакого расшифрования не было. И гроши просто отправлялись злоумисниками. А компьютер оставался зараженным. Тобто сплачевать это это крок неверный. симптомы. новое важливейший симптом это модальное окно, которое перед глазами, и его не можно переключить, и не можно ничего сделать. что что может быть? Ну зашифрованные файлы, и в каждом каталоге, где такие файлы лежат, еще есть инструкция. Вот такими крупными буквами, литерами написано, что вам нужно сделать, чтобы эти файлы были расшифрованы. Как бороться на явности антивирус обовязково? Все программы перед первым запуском переверяются этим антивирусом. Если программа вызывает ЭКОСПИДОЗРУ, может антивирус надо ей такую возможность выполнить его в песочнице. Все файлы на всяк випадок резервной копии створены, если прийдется переустанавливать операционную систему. Сама операционная система должна держать в актуальном состоянии. И никому не доверять. Розглянемо другие виды главного зловомисного кода. Начнем с терміна эксплойт. Это не окремо от зловомисного кода, а это инструмент, который используется зловомисным кодом для того, чтобы распространять или завантажить с кодом на компьютер. Это фрагмент кода, который, используя кода, разливости, выполняет на удаленной машине зловомисный код. Например, мы с вами создали такой вариант, когда за допомогой переполнения буфера завантаживался так званый payload. Уже такой полноценный зловомисный код. Ну, в виде атак, которые могут реализовываться для допомоги эксплойту. А вот такая структура эксплойта для переполнения буфера. Здесь зловомисный код. Здесь адреса возврата. Помните, значит, структуру стеку. И адрес возврата подбирается такий, что он передает управление снова в стек, в котором находится зловомисный код. Вот этот зловомисный код уже там завантаживает что-то инженом. Далее. Вот такие популярные потенциально небажанные программы. Это возможно не така не зловомисная программа, но такая наявность такой программы свидетельствует про то, что система вразлива и может быть атакована с другим зловомисным кодом. Далее скривая это изловомисного коду для залякувания. Тут не виконується повне блокирование работы компьютера, но користовача намагаются так залякать, что он сплачивает какие-то гроши или еще какие-то действия, какие потребны словомиснику. Adware это рекламное программное забеспечение. Мы когда завантаживаем программное забеспечение, если это платный вариант, то он постучается без рекламных модулей, а если это бескоштовный вариант, то наявность таких модулей четко оговорю при завантажении. А вот когда мы скажем, такого попереджения не отримали, а рекламное это приказ шкодливое программное забеспечение. спаевое шпионское это кража информации. Кейлогеры сюда относятся. Рудкит это такой загальный термин по административных повноважен. Но это не обовязково, хотя как правило так. Он сразу потенциальный целевый компьютер таким чином, что изменяет системные файлы. Бо там мы с вами разглядали модификают таблицы экспорта, импорта и таки и таки и таки. Но есть и другие и другие и значения. Касперский пишет, что рудкит это только чтобы приховывать свою присутность в зараженном компьютере. Но большинство авторов все-таки используется термин в первом сенсе. Дроппер это программа, которая доставляет другие программы. Она может там не вместо может быть десятки або сотни таких других программ благомисных, которая разворачивается и устанавливается на компьютер. Deception, то есть обман. Это такой вид атаки социальной инженерии. Exploitation, это цыжок эксплойтов, то есть когда у вас атака выполняется страхом последовательного не выполнения такого каких эксплойтов. Еще один такой вид атаки proof of concept. Значит, это атака на мережу яка демонстрирует слабкие места программного забеспечения. Тобто це може допомогти администраторам компании выявить врозливые места и властно страники их. Еще один существенный вид программного забеспечения шкодливого все крипто малое оно ничего не шифрует але его завдання майнинг криптовалют тобто ресурс компьютер корзавчавок корзавчавец для майнинга криптовалют для злоумысленника. Так званый ред ремоут эксцесс троян. Это особенный вид троянской программы и термин широко используется который позволяет злоумиснику керовать вашим компьютером. Фактически это полноценная утильта административного управления компьютером. Но она установляется тихенько и злоумисленник знает как ее выкористовывать. Обязково есть оператор. Причем архитектура тут клиент серверная и сервером является не компьютер злоумысленника а заразный компьютер. Сервер чекает клиента команд и выполняет все команды. Приклад здесь. У вас память короткая хотя может кто помнит 2015 риг в ряде областей сталося отключение электромережи. было крупное такое событие. Ось ну были подозрены, но остальных висновков не было сделано. как бачим существует много разных видов злоумысленника кода и нужно с этим бороться. Мы рассмотрим программные технологии выявления злоумысленника кода. Я подкраслюю, что программные, потому что методы анализов кода на с целью пошуку таких злоумысленных фрагментов вы разглядаете в других дисциплинах. Иснуют разные технологии и разные классификации методов выявления. Мы разглянем такую классификацию и коротко пройдемся по этим методам. по первому таки загальна структура системы бороться с вирусами. Есть разработчики антивирусов. Антивирус это таки загальне название для программных засобов бороться с разными видами злоумысленного кода. Ци разработчики антивирусов анализуют иснующие экземпляры злоумысленного кода и окремливают деякие важливые ознаки цих злоумысленного кода и на их основе делают свои антивирусные базы. антивирусные базы устанавливаются на компьютерах кастовача або можливо десь на централизованном сервере. И коли база такими ознаками присутствуют в его базе и если такие ознаки выявлены и знают антивирусу. по першу такие загальные и так значит первый метод сигнатурный анализ який выкористовывает такие подход значит для кожного вируса або семейства вирусов он находится так званая сигнатура ось мы бачим усі позиции в кожном экземпляре зараженного файлу присутник и можливо с использованием маски разработка така сигнатура и якщо в процессе сканувания файла такая сигнатура знайдена это знак того что знайден и вирус в процессе сканувания поревняются рядки таки регулярные вырезы если мы шаблончики вырисовываем а всему возможно последовательность системных вызовов вызовов апи которые характерны для каждого вируса что тут нужно сказать что разработка сигнатуры это ручный процесс он до сих пор не автоматизированный значит надо разработать сигнатуру и нужно ее еще клиентам своим разислать и значит вот такая есть статистика что на разработку сигнатуры и ее рассылку уходит от досыть богатых водит а теоретично вирус чечель может за 30 секунд все компьютеры мережи в интернет мережи паразиты или заразиты в чему переваги чинные долики сигнатурного анализу очень важная возможность это если файл инфикованный то его ликование возможно мы отримуем нормальный файл в некоторых випадках это здорово и еще один момент оскільки если сигнатура качественная то нема погрешностей нема помилок первого другого рода практически нема а есть недолики требует периодичного обновления но мы користуемся с вами как правило безкоштовным антивирусом у него и база может быть не такая полная и актуальность и вважаю лучшего крашего значит если мы базу анновляем с закрепкой то возможности так нулевого дня с и анализ. Наступный вид выявленного – это так званый евристический анализ, чего называют анализ поведенки. Причем разные авторы вкладывают в термин «евристический анализ» ризный сенс. Ну и наиболее популярно – это когда мы проверяем, что наявность каких-то таких модификаций известных вирусов. Вот что мается на увазе под поведенкой, мы анализуем поведенку. Если программа пытается записывать набор клавиатуры, модифицировать файлы, что выполняются, або макросы, работать с жесткими дисками, форматирование, ну и так далее. Все-все ознаки считаются опасными, и антивирус обовязково выдаёт такое попереджение, або выполняет какие-то действия по блокованию такой деятельности. Так, далее «евристический анализ», значит, обовязковый этап навчания, и при цьому створится такой профиль нормальной поведенки. А потом фаза уже работы, когда нормальная поведенка сравнивается с тем, как ведет себя программа в своей реальности. В чём переваги или недолики юристического анализу? Ну, перевага одна, она такая, вагома, он может находиться и новый, ещё невидомый вирус, или зломисный код по поведенце системы. Но и недолики, значит, оскільки цей нормальный профиль, его нужно постоянно, так скажем, подложить, то нужно его анализировать, и это потребует каких ресурсов. И сам анализ поведенки потребует больше ресурсов, чем, скажем, сканувания. Далее. Оскільки мы поревняемо с таким профилем, что мы вгадаем более-менее таким нормальным, то отсюда высокий ревень таких помилковых спрацюваний. Ну, если вы используете термины помилок первого и другого рода, то это помилка другого рода. И вот приклад. Деякие упаковки, да, опак, могут выглядеть таким помилковым спрацюванием. Есть методики обману таких эволюстических анализаторов, поскольку разработчики изломисного кода, они же тестуют свои зразки на известных антивирусах и, значит, намагаются так сделать, чтобы, значит, обманули цей анализатор. И ревень выведывания новых зломисных зразков не больше, чем 50%. Ну, а оскільки это такие имоверности, то ликувание тут в таком случае совсем не используется. И еще один метод – это анализ на основе спецификаций. Это такая вариация метода анализа поведенки, но такая особенность у нее есть. Почему она? Если метод анализ, эволюстический анализ, метод анализ поведенки, мы нормальный профиль обманули, которые мы использовали, ну, таким программным засобами, да, автоматично прогоняя деякі, деякі варіантах, значит, цього вломисного коду, то спецификация разработляется вручну. И тому цей метод більш точный, у него спецификация определяет все можливые варианты поведенки программы, да, тому ревень помилок другого роду тут низкий, але все ж таки ця программа, такая машина с багатьма состоянием, все неможливы все передбачить им, потому ревень помилок першого рода высокий, ну, и плюс разрубка спецификаций займает до досить багато часов. Ще один метод эмуляции кода або песочница, он полегая в том, що эмулююються деякі середовище, вот, в цьому середовище, в изолеваному середовище, виконується программу, яку треба переверити, а и антивирус переверяю. Тобто сам антивирус организуется в виртуальном середовище и переверяя работу программу, що дослеживається. Ще доброго в такому методі? Ну, во-первых, в процесі виконання, якби программа не маскувалась, она расшифровується, да, приймає свій такий остаточний вигляд для виконання, і деякі дії, значить, можна цей момент поконтролірувати. Значить, тоді, получається, що песочниця такий добрий метод боротьби з полиморфними вірусами. Але і недолег, така емуляція, звісно, займає досить багато ресурсів і часу. Старий, добрий спосіб, який, ну, можливо ще використовуватися. Контрольні суми. Да, ми з вами розглядали цей метод. Ще, коли не було таких розвинутих методів криптографії. Це метод контроля цілісності. Контроль змін в файлах, він використовувався. Разраховувались контрольні суми. Десь в базі антивірусу зберігались. І потім, при запускі цього вірусу, він сканував файлову систему, знаходив файли, що змінені. Ну і, значить, знаходив такі файли, давав попередження. Але і недолег такий. Тільки після того, як вже зараження було. Так, ну добре, давайте щас, наверное, потестуємо строхи. А може ми зразу перезайдемо, щоб… Давайте. Ну просто нас сьогодні не так багато. Давайте я завершую і зразу запускаю. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!